Всем привет! С вами Дмитрий и вы на канале DmitryDTutors. Сегодня мы начинаем первый урок, в котором я буду рассказывать, как работать с отрендеренными файлами интерьера в программе Blackmagic Fusion. Мы рассмотрим основные принципы работы с рендер пассами, а также как их извлечь из отрендеренных файлов EXAR. Обратите внимание, всё, что будет показано в данном уроке, можно сделать в DaVinci Resolve. Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы я показал процесс сборки интерьера в этой программе. Хочу обратить ваше внимание, сейчас я начинаю поддержку видеоуроков контентом, в виде исходников для проектов и других плюшек. При желании, вы можете оформить любую подписку на сайте Patreon, ссылка есть в описании. И получить исходники к урокам, доступ в чат Discord, где планируется обсуждение уроков и всё, что связано с компьютерной графикой. А также много другого, не менее интересного. Всё это необходимо для дальнейшего развития канала, а также позволит мне чаще выпускать видеоуроки. Для вас, мои уважаемые подписчики, ничего не изменится. Просто хочу добавить, как минимум, появится возможность изучать уроки на тех примерах, которые я использую в видео. Итак, начнём. Для того, чтобы разместить отрендеренное изображение, нам потребуется нода Loader. Добавить её можно несколькими способами. Хочу обратить внимание, нода добавится в том месте, где вы кликните мышкой. Для добавления ноды Loader, я буду использовать панель избранного. Далее открывается интерфейс, в котором я выбираю файлы с изображением. Сейчас видно, что Fusion автоматически группирует файлы в секвенцию. Чтобы это отключить, нужно выключить галочку Gather Sequences в нижней части окна. При выделении файла, справа появится небольшое окно с превью. Чтобы его скрыть или наоборот показать, нажимаем на кнопку превью. При желании, область с предварительным изображением можно сделать чуть больше. Также здесь можно отобразить режим просмотра цвета или альфа-канала. А также применить гамму 2.2 для предварительного просмотра изображения в линейном цвете. Далее нажимаем Open, после чего в окне Nodes у нас появится первая нода с секвенцией. Первое, что мы сделаем, это изменим размеры ширины и высоты проекта. Нажимаем File, Preferences и в общем списке находим раздел File Format. В окне Preferences настройки делятся на два типа. Глобальные и локальные, то есть применимые к данному проекту. В моем случае, в раскрывающемся списке Tutorial Comp, мы видим список вкладок с настройками. Значение ширины я меняю на 2560, высоты на 1440. Все это делается, исходя из размеров исходного изображения. Чтобы создать новый пресет, нажимаю кнопку Copy и меняю имя. Нажимаю OK. После этого нажимаю кнопку Save. Чтобы отобразить добавленную ноду в окне просмотра, можно ее перетащить из Nodes в окно Viewer или нажать клавишу 1 или 2. На данный момент у меня активно окно Viewer 1. После этого мы увидим отрендеренное изображение в линейном цвете. Чтобы активировать Asus, я включу кнопку LAD вот здесь. Так как у меня в настройках по умолчанию уже выставлены все предустановки Asus, изображение выглядит так же, как и после рендеринга в Blender с помощью Octane. Если вы первый раз делаете настройку, необходимо нажать на стрелки рядом и в раскрывающемся списке выбрать Oseo Color Space View LAD и после этого нажать на Edit. В окне настроек нужно выбрать файл конфигурации, указать Source Space, Asus, Asus CG. В Output Space выбрать Output, sRGB. Все остальные настройки оставляем по умолчанию. Давайте сравним, как будет выглядеть изображение в Asus и Filmic. Для этого я воспользуюсь инструментом Split Wipe, который находится в левом углу окна Viewer. После этого экран будет разделен на две части, и в левой останется исходное изображение в Asus. В правой картинка будет отображаться в Filmic. Опять же, в моем файле-исходнике настройка Filmic уже готова. На всякий случай я еще раз покажу, где это включить. В раскрывающемся списке нажимаю на Oseo Color Space View LAD. После перехожу в настройки. Далее в настройках меняю значение на следующее. Для того, чтобы внести изменения в LAD, нужно нажать на изображение в левой или правой части экрана. Нажимаю на изображение в левой части экрана, и снова вижу отображение настроек Asus. Мне любопытно сравнить значение яркости пикселей в Asus и Filmic. Сейчас я покажу, как включить инструмент, который отображает яркость пикселей. По умолчанию Fusion при наведении курсора на изображение показывает яркость пикселей. Находится эта информация вот здесь. На панели видны значения каналов RGB. Для большего удобства я предлагаю использовать инструмент Color Inspector. Включаем Sub View. После этого отобразится гистограмма. Далее в раскрывающемся списке выбираем Color Inspector. Сейчас отчетливо видно. Значение яркости превышает 2-3 ступени. Но этот участок изображения не самый яркий. Вот здесь тоже очень хорошо видно. Яркость достигает 5 ступеней. Сейчас я покажу самые яркие и самые проблемные участки изображения. В некоторых из них яркость поднимается до 30 ступеней. Далее поговорим о нодах OSEO, в которых будем использовать Asus и Filmic. Вот в этом уроке я рассказывал о том, как в ноде OSEO сохранить 2 настройки. На панели избранного у меня уже есть такая нода. Просто перетаскиваю сначала одну, а после вторую ноду в окно Notes. Также выделив ноду с рендером, нажимаю Ctrl-C и делаю вставку там, где находится курсор мыши. Нажимаю Ctrl-V. Меняю имена нод Аусио на Asus. Нода слева и Filmic нода справа. Сейчас в ноде Asus выбрана настройка номер 2. К ней применяется Filmic. Поэтому меняю на единицу, где применяется настройка Asus. Далее соединяю исходники с нодами напротив. Если сейчас включить ноду Asus, к изображению будет применяться еще одно наложение Asus, которое сейчас активно. Из-за чего изображение будет выглядеть очень ярким. Чтобы этого не происходило, просто отключу кнопку LUT. У вас, наверное, возник вопрос, в чем разница и какой вариант лучше использовать. Давайте снова разделим изображение на две части. Применим Asus к левой части и Filmic к правой. При увеличении изображения и наведении курсора на самые яркие участки видно, что яркость пикселя не превышает единицы. То есть получается превью LUT создает визуальное отображение в Asus, но при этом яркость пикселя остается без изменений. Нода Asus вносит не только визуальные изменения, но и на уровне яркости. Обратите внимание, в сложной ветке при большом количестве фильтров вариант с использованием нод Asus может работать медленнее. Далее выключаем разделение экрана и удаляем копию изображения и ноду Filmic. Также я активирую просмотр исходников Asus с помощью LUT. Ноду Asus я удаляю. Как вы помните, в предыдущем уроке Blender Octane я показывал, как активировать рендер пассы и сохранить их формата XR. Сперва я продублирую исходник и с помощью него попробую извлечь рендер пасс. Для того, чтобы извлечь рендер пассы, выделяем ноду с исходным изображением. В окне Инспектор находим раздел Формат. Напротив каждого канала RGB в раскрывающемся списке находим нужный рендер пасс. Сейчас в этом списке очень много слоев и крайне сложно разобраться, что с чем совмещать. Я покажу на примере пасса Diffuse Indirect. Нахожу его в списке и выбираю с окончанием R, Red. То же самое я делаю для зеленого и синего каналов. Это довольно долгий и трудоемкий процесс. Представьте, все это нам нужно проделать для остальных рендер пассов. Давайте посмотрим, как будет выглядеть данный пасс. Дублирую исходник и делаю то же самое для Diffuse Direct пасса. То есть сейчас у нас есть две ноды, в которых активно Diffuse Render пассы. Весь процесс извлечения рендер пассов может занять много времени. Для того, чтобы оптимизировать работу, существует скрипт, который делает это автоматически. Переходим в меню, находим реактор и нажимаем Open Reactor. Ссылку на установку реактор вы найдете в описании урока. Здесь все очень просто. В поиске нужно набрать HOS и выбрать HOS Split XR Ultra и установить его. У меня данный скрипт уже установлен, поэтому кнопка Install недоступна. Чтобы запустить скрипт, нажимаем правую кнопку мыши на исходном изображении. И в самом низу находим раздел Script. И выбираем HOS Split XR Ultra. Это один вариант. Также запустить скрипт можно через программное меню. Выбрать скрипт, HOS Split XR Ultra. В окне настроек нажимаем ОК. Спустя какое-то время в окне Notes появится внушительный список рендер пассов. К сожалению, на данный момент плагин Октан не позволяет менять имена рендер пассов до экспорта. То есть сейчас на выходе получаются сложные в плане имени пассы. Давайте выделим первую ноду и посмотрим, что находится внутри вкладки формат. Это Diffuse Direct Pass. Следующие в списке пассы это Diffuse Color. Далее я покажу остальные рендер пассы. Все они различаются по типам, поэтому имеет смысл разделить их по группам. Вот примерно так я сгруппировал рендер пассы. Чтобы не потеряться в незнакомых названиях, особенно тем, кто делает это впервые, такой способ позволит организовать весь процесс. Вот здесь у меня находится группа с компонентами Diffuse. Пасс направленный, ненаправленный и цвет. То же самое с отражениями. Данные категории содержат в себе по три компонента, которые в дальнейшем мы будем смешивать друг с другом. Каналы рефракции и трансмиссии, просвечивания, содержат только по одному компоненту. Чтобы визуально отделить рендер пассы по типам, я воспользуюсь нодой Underlay. Добавить ее можно нажав на Ctrl-Space, в поиске задать первые три буквы. Или добавить на панель избранного. Выделяем три ноды. Нажимаем на панели избранного на ноду Underlay. Создается так называемая подложка, в которой располагаются ноды Diffuse. То же самое проделываю для отражения и других компонентов. Для простоты навигации я хочу поменять имя для каждой группы. У ноды Underlay нажимаю клавишу F2 и меняю имя. Делаю это для каждой группы. Также в настройках для каждой группы меняю цвет. Таким образом мы визуально отделяем группы. По окончанию всех визуальных настроек ноды будут выглядеть примерно так. Исходник с изображением, полученным в Octane, я решил не группировать. Это был вводный урок по работе с исходным изображением, а также рендер пассами. По желанию, на сайте Patreon вам будет доступен исходник Fusion с выполненным уроком, а также нодами с простыми именами. Для удобства. В следующем уроке мы рассмотрим базовые принципы смешивания слоев и их дальнейшую группировку. Большое спасибо всем подписчикам и тем, кто смотрит видео без подписки. Я всегда рад новым лайкам и комментариям. Это очень приятно и мотивирует меня на создание нового контента. Есть вопросы? Что-то не получается сделать? Пишите в комментариях. Удачи вам! Пока!